Джину Карана невозможно отменить. Как настоящая борцуха, она отказывается сдаваться, отказывается прогибаться под гигантскую корпорацию мультимиллиардера и дает ему достойную ответочку. Но что если я вам скажу, что гигантская корпорация мультимиллиардер действительно эту ответочку почувствовала и действительно начинает бояться? Я теперь понимаю, как себя чувствуют предсказамусы с ютуб-каналов, которые специализируются на предсказываниях. Я в предыдущем видео говорил, что после того, как Джину Карана попытаются отменить, она мало того, что не извинится, так еще и скорее всего будет сниматься в каком-нибудь альтернативном инди-кино, куда ее, возможно, будут приглашать тупо для того, чтобы присунуть защику по зерам левакам. И, собственно, именно так и получилось, спасибо Бену Шапиру. Правда, я не ожидал, что так получится буквально на следующий день, но чувство приятное. И пока настоящая, неиронично сильно независимая женщина показывает факт мышиному королю, он находится в панике. Он не ожидал, что получит столько негатива за увольнение этой самой сильно независимой женщины, несмотря на то, что вроде как пытается строить имидж компании, которая сильно независимость исключительно поддерживает и всеми руками выступает за. Они не ожидали, что люди действительно начнут отписываться от Disney+. Сегодня у меня для вас в каком-то смысле прекрасная история. История настоящей борцухи, возможно, даже слишком настоящей, которая, может быть, и понимает, где примерно находятся берега, но все равно, тупо ради фана, может быть, ради притока адреналина, переходят эти границы и не дает себя прогнуть, не дает себя сломить, показывает, что такое настоящая сила духа. И, господи, как же я люблю в очередной раз смотреть на то, как Disney горит огнем, даже если не настолько сильно, как обычно. Первым делом я традиционно уже напомню вам, что если вам нравится моя рожа или голос по какой-то причине, то подписка на канал и лайк с комментарием этому видео исключительно помогают продвигаться в алгоритмах и делать меня счастливым. Огромное вам спасибо, если сделаете это прямо сейчас. Вторым делом я вам напомню, если вдруг вы жили под камнем вместе с Патриком Звездой последнее время, что Джина Карана не очень хорошо умеет в метафоры. Пару дней назад ее выгнали из Диснея, из всего мейнстримного Голливуда, по очень удобному поводу, которого Дисней, как нам стало известно, недавно ждал чуть ли не с ноября предыдущего года. Мы об этом будем говорить подробнее немножко позже, но я вас сразу сейчас вот завлеку, чтобы вы до конца видео досмотрели. Кэтлин Кеннеди Джину Карана на самом деле ненавидит, несмотря на то, что вроде как продвигает ценности, которым она по всем параметрам соответствует, по всем параметрам, кроме самого важного. Вы скоро поймете, о чем я говорю. Джина сравнила обращение с республиканцами и голосователями за Трампа сейчас с тем, что происходило с евреями в 40-е годы 20-го века. Как вы можете догадаться, сравнение не самое удачное. Даже если посыл правильный про то, что происходит гонение, про то, что людей натравливают друг на друга, по явным политическим мотивам, все-таки сравнение буквального геноцида народа с тем, что кому-то там пишут плохие слова в Твиттере, можно было бы и получше сделать, да можно было бы немножко потоньше быть. Я думаю, что для любого аргумента, даже если подобное сравнение будет технически корректным, оно все равно будет работать скорее против, нежели за, потому что, ну, уровни немножко разные, да, как бы вот где находится геноцид народа и где находятся плохие слова в Твиттере. Она явно никого не пыталась оскорбить, и сердце у нее было в правильном месте, я полагаю. Может быть, она таким образом хотела, наконец, добиться увольнения. Мы наверняка знать не можем. Если проект, вот о котором она нам заявила, находился в разработке уже какое-то время, то, может быть, она и сама ждала повода. И просто было интересно посмотреть, как далеко она сможет зайти перед тем, как медведь, которого она тыкает палкой в глаз, наконец проснется и врежет ей по роже, что Дисней и сделал. С очень, очень неожиданными последствиями для себя. Джина уже давно отличается своими провокационными постами в сети, я удивлен, что она продержалась настолько долго. Но похоже, что ее за силу духа в итоге ждет хэппи-энд. Меньше чем через 24 часа после того, как ее демонстративно выгоняют на мороз, Джина Карана объявляет о том, что занимается своим собственным продакшеном. Она снимает свой собственный фильм вместе с Daily Wire, который является изданием медийной компании, то ли принадлежащей Бену Шапира, то ли Бен Шапира является его активным участником. Сейчас точно не вспомню, но если вы знаете, кто такой Бен Шапира, то вы, наверное, можете себе представить, что это не лучшая альтернатива Диснея. Если понятие «радикальный правосек в природе» вообще существует, то Бен Шапира более-менее ему отвечает. Он поддерживает вот этот вот имидж клоуна в духе Алекса Джонса, который, скорее всего, необходим ему для того, чтобы оставаться под светом прожектора, потому что по-другому на него тупо никто внимания обращать не будет, и никто не будет покупать его книжки. Ему нужно строить этот образ, ему нужно быть громким, ему нужно говорить периодически какую-то несусветную херню, для того, чтобы потом про него писали гневные статьи в печатной прессе, отвечающие как раз-таки левацким модным взглядам, такие, которые Дисней сейчас пытается продвигать. И, скорее всего, после съемки очередного подкаста он стирает пот со своего рабочего лба и говорит «Ху, тяжелый-тяжелый сегодня денечек был, пацаны, ну чё, пошли бухать». То есть, скорее всего, он нормальный парень, но ему нужно вот такой вот образ поддерживать для того, чтобы про него продолжали говорить. Стандартная, абсолютная стратегия, даже некоторые отечественные политики пользуются, чего уж там говорить про западное. Просто вдумайтесь в этом. Меньше чем через сутки после того, как от тебя отказывается одна из крупнейших медийных корпораций в мире, ты выходишь и говоришь буквально следующее. Daily Wire помогают мне осуществить мою давнишнюю мечту, снять, спродюсировать свое собственное кино. Я молилась в переносном смысле, и мои молитвы были услышаны. Я хочу, чтобы моя ситуация стала примером для всех тех, кто живет в страхе, кто боится быть отмененным и подавленным этой гигантской, казалось бы, но на самом деле довольно мелочной, просто очень громкой толпой. Я, наконец-то, свободна. Я буду использовать свой громкий, свой популярный голос для того, чтобы продвигать этот месседж свободы в народ. И я надеюсь, что я послужу примером для других таких же, как я. Они не смогут нас отменить, если мы им не позволим. И вот это действительно настоящие неиронично сильные слова, настоящие, собственно, борцухи. Она не позволяет себя отменить. Она не позволяет себе прогнуться под гнев толпы, которая на нее бросается по большому счету тупо потому, что она популярна и потому, что она при своей популярности не отвечает тому образу, который эта толпа хочет видеть. Да, конечно, Джина постила последние годы очень много провокационного материала. Я не всегда уверен, что с правильной мотивацией. Она всегда пыталась отвечать больше гуманистской такой позиции. Она всегда за человеколюбие выступала, что народу не нужно строить из каких-то групп людей врага себе. Не должно существовать такого понятия, как приемлемая цель. Кто бы там за кого ни голосовал, хоть за Трампа, хоть за Байдена, хоть за кого бы то ни было еще, кто бы кого ни поддерживал, мы все в первую очередь люди. Это то, что говорила она. Но, как вы понимаете, настоящие гуманисты, прогрессивные, которые за мир во всем мире выступают в свободное время, они не хотят, чтобы у них не было доступной цели. Они всегда хотят с кем-то воевать. Потому что это единственный способ, которым они могут оправдать свое жалкое существование, когда они встают утром с постели и думают, на кого бы еще мне напасть в Твиттере. Что, на кого-нибудь непопулярного? Может быть, заняться продвижением каких-то идеалов в странах, которые действительно того заслуживают? Да нет, это неинтересно. Лучше мы будем нападать на кого-нибудь популярного и таким образом попытаемся отсосать у него немножко этой популярности. Потому что сами по себе мы ничего не представляем. Мы детишки, живущие в семьях среднего класса, которых кормят с ложечки, и мы не знаем, что такое настоящие проблемы. Нам никогда не приходилось по-настоящему работать, по-настоящему что-то создавать, какую-то контрибуцию в этот мир привносить. Не-не-не-не-не, слишком сложно. Мы социально справедливые воины. Мы и слов-то таких не знаем. Давайте мы лучше будем атаковать реально сильную независимую женщину за то, что она сильно независима, не так, как нам хочется. Никаких подробностей по продакшну у нас пока что нет, за исключением заявления от самого Daily Wire, которые, не стесняясь, говорят, что мы поступаем не так, как эти авторитарно-левацкие голливудские свиньи. Мы поддерживаем настоящую свободу слова. Вы выгнали Джину Карана, а мы ее возьмем под свое крыло и еще и денег ей дадим. Так-то, Дисней, пососай. Окей, я имею в виду, когда весь имидж твоей компании построен на контркультуре, то я, в принципе, не вижу ничего зазорного в том, чтобы взять одного из самых контркультурных быков за рога и укатить на нем в закат. В принципе, логично звучит. Мы с радостью будем транслировать голос Джины Карана в народ, и если Ливацкий, Голливуд и дальше продолжат строить свои звезды смерти для того, чтобы отменять инакомыслящих, мы продолжим строить наши маленькие, но мощные икс-винги. Я могу Джины Карана только восхищаться ей, могу ее только похвалить. Она не дает себя победить, она не дает отменить себя в том смысле, в котором это важно. Надо, конечно, отметить, что у нее есть возможность не позволить себя отменить, потому что финансово она, скорее всего, находится в полной безопасности. Я предположу, сам наверняка не знаю, но предположу, что за свои ММАшные годы и голливудские годы она заработала и вложила достаточно бабла для того, чтобы ни дня в жизни больше не работать. Она может позволить себе быть сильной, независимой по-настоящему. С другой стороны, те, кто себе такого позволить не могут, скорее всего, не относятся к тем, кого отменять будут, потому что, как я уже сказал, дебилам из Твиттера отменять нужно только популярных личностей. Для того, чтобы немножко присосаться к их популярности и, может быть, в своих мечтах обратить на себя внимание. Пока что еще никому из них не удавалось, потому что они мелкие рыбешки, но для того, чтобы получилось, нужно быть, не знаю, нужно быть на уровне Анид Саркисян примерно. Но это уже немножко другая тема. Как бы там ни было, я лично Джиной восхищаюсь и надеюсь, что она научится приводить немножко более осмысленные метафоры в будущем. Но это мелочи. Я знаю, что вы здесь не за этим, правильно? Вы здесь не для того, чтобы хлопать хорошему человеку и восхищаться им. Вы здесь для того, чтобы посмотреть, насколько именно сильно Дисней горит огнем. Ответ не так сильно, как мог бы, но заметно. Но заметно. Видите ли, какое дело. Дисней, как и любая другая гигантская, уверенная в своих силах и авторитете компания, она не рассчитывала на то, что люди не сожрут какашки, которыми она пытается их накормить. Она рассчитывала на то, что все ее поймут, скажут, да, действительно, это была очень плохая метафора. Пофиг, что Педро Паскаль, другая звезда Мандалорца, буквально того же самого диснеевского сериала, занимался буквально тем же самым в своих социальных сетях, когда сравнивал республиканцев с нацболами. Это нормально, потому что республиканцы — это допустимая цель. Ему можно выдать роль Джоэла в адаптации «Ласт Фасс» от HBO, у него с карьерой все будет нормально. И все, что я, кстати говоря, сейчас не пытаюсь какать на голову Педро Паскалью. Он хороший актер. Он профессионально справляется со своей задачей, и пускай, пускай справляется дальше. Даже если я не согласен с его идеологией, я не хочу, чтобы его карьеру кто-то отменял. И точно так же я не хочу, чтобы подобное происходило с Дженой Карана. «Вы поступаете правильно», — думал Дисней, скажут ему. Но не тут-то было. Инфа, которую я вам сейчас расскажу, это все еще технические слухи, которые нужно воспринимать щепоткой соли, но она к нам приходит из достоверных источников. Вот одного из ведущих и редакторов YouTube-канала Clownfish TV, которые на Дисней специализируются, которые там работали в каком-то... в какой-то момент являются его инвесторами, они достаточно часто оказываются правы, когда говорят про его внутреннюю кухню. Что если я вам скажу, что от Джины Карана Дисней хотел избавиться еще в ноябре? В ноябре, я напоминаю, особо актуальна была тема выборов, когда Джина Карана постила в своих социальных сетях, как вы могли догадаться, не самые популярные вещи по поводу прозрачности выборов, про то, что неплохо было бы обратить внимание на вот эти вот вопросы, которые возникают по отношению к демократической партии Соединенных Штатов Америки. Ее тогда, естественно, называли поддерживателем Трампа, отвратительным республиканцем, ужасным человеком, всячески пытались затравить. Она не прогибалась тогда и не прогибается сейчас. Она продолжала гнуть свою линию, продолжала говорить, что люди должны относиться к друг другу прежде всего, как люди, и вы меня не поборете, вы меня не отмените. Она, конечно, последние две фразы не говорила вслух, но подразумевала, потому что она отказывалась останавливаться, она отказывалась закрывать свой рот, даже если это было невыгодно для ее карьеры. Судя по всему, Дисней еще тогда и даже за какое-то время до этого говорил ей, что неплохо было бы тебе, Джина, все-таки держать язык за зубами и поменьше подобных контроверсивных мнений в своих социальных сетях высказывать. Но они уже тогда поняли, что она будет для них слишком проблемной, они уже тогда начали искать достаточный повод для того, чтобы отменить ее и выгнать на мороз. Даже больше вам скажу, помните, как в декабре, как раз таки по датам совпадает в декабре, когда они делали множество анонсов своих, я помню, прямо сидел на стриме у Тохи Филинова, мы смотрели Game Awards и от Диснея анонс за анонсом поступал, они все новые и новые сериалы объявляли, среди них были так называемые рейнджеры Старой Республики, на которых был намек во втором сезоне Мандалорцев, где Джина Карана, по идее, должна была играть главную роль. Уже тогда, еще до анонса, 10 декабря, этот сериал отменили эффективно. Либо полностью пересмотрели, либо полностью отменили. Мы пока что еще точно не знаем, это все же слухи, я напоминаю, они знали об этом и все равно заанонсили его для того, чтобы у них было больше материала, которым можно закидать инвесторов, чтобы они еще больше поверили в Disney+. Disney+, кстати говоря, невероятно популярный сервис, на который в данный момент подписано больше, чем 90 миллионов человек, и эта цифра только растет с каждым днем. Disney+, это единственное подразделение Disney, которое сейчас приносит ему прибыль. Кинотеатры закрытые, парки развлечений открыты частично, но даже близко себя не окупают, они вкладывают все свои яйца в одну корзинку, и они не ожидали, что по этой корзинке будет нанесен удар. Не такой массивный, каким он мог бы быть, но все-таки заметный. Дело в том, что хэштег «Отменяем Disney+,» который был актуален пару дней назад, когда Джину Корана только уволили, он действительно заставил людей отписываться от Disney+. Цифры отписок там насчитывают где-то 100-150 тысяч человек, около того, что для 90 миллионов не такая большая контурцифра, на нее обратят внимание, но не сильно пострадают. Но Disney не ожидал даже такой ответочки, они ожидали, что сервис будет расти только вверх, они ожидали, что уже через несколько месяцев, ну не знаю, там может быть через пару лет или около того, у них будет 250 миллионов человек, каждый из которых, вдумайтесь в эту цифру, каждый из которых отдает им по 15 долларов в месяц, как минимум. Кто-то может быть подписался там на год вперед, на два года вперед, черт его знает, подписки — это замечательная статья доходов, потому что это доход гарантированный, доход, который с огромной долей вероятностью будет систематическим, за который они смогут отчитаться и за этот месяц, и за следующий, и за последующий. Это минимальный риск, скажем так. А чем меньше риска, тем больше потенциальных инвестиций, тем они надежнее. Все в итоге оказываются в выигрыше. И тут внезапно они увольняют сильную независимую женщину, продвигающую идеалы, которые они якобы поддерживают. Женщину популярную невероятно сильно, а Джина Карана действительно очень популярная актриса и личность, люди ее любят, скупают игрушки с ней, в конце концов, мы об этом опять же чуть позже поговорим, и оказывается, что народ недоволен. Оказывается, что народ не будет просто так кушать какашки с лопаты. Он будет выступать против, он будет поддерживать человека, который для Диснея последние месяцы выступал золотым гусем, который играл в сериале, вернувшем человечеству веру в Звездные войны. Хотя, казалось бы, невозможная задача, но вот как оно получилось. Карла Дюн персонаж действительно очень популярный. На самом деле, даже вот к слову про популярность ее персонажа, Дисней ведь специально как будто бы лазейку оставили, да, они специально, говоря, что мы увольняем Джину Карана, они не были уверены на сто процентов, что это решение, которое им не придется потом забэктречить. Позвольте напомнить вам цитату. Это прямая цитата, которую я приводил в прошлом видео. Мы на данный момент не продюсируем никаких проектов с участием Джина Карана, у нас нету никаких проектов в работе с ней. Но мы, конечно же, не поддерживаем ни в коем случае эти слова, которые она говорит, это очень плохо, ничего подобного говорить нельзя, даже если Петро Паскаль сказал буквально то же самое, он сказал про допустимые цели, про республиканцев, которых нужно хейтить. А когда Джина Карана говорит, вот это мы не поддерживаем, это очень плохо, так делать нельзя. Эта формулировка намекает на то, что они еще могут вернуться назад в теории. Опять же, об этом чуть-чуть позже, я продолжаю повторять эту фразу, но вы скоро поймете, что я имею в виду. Как вы думаете, вот после этой фразы, с какой вероятностью они свое решение забэктречат, с какой вероятностью они переобуются. Не с нулевой, как ни странно, но они были уверены в том, что им переобуваться не придется. Какие доказательства есть? Ну, косвенные. Например, тот факт, что Хасбро отменили производство линии игрушек с персонажем Кары Дюн. Довольно популярную, кстати говоря, линию игрушек, которая, насколько я понимаю, очень и очень хорошо продавалась. Не каждая из них отличается особым качеством, как можно догадаться. В частности, Хасбровская, по-моему, выглядит как абсолютно... Нет, это не Хасбровская, это какая-то другая китайская параша. Но в любом случае, расходились они очень и очень хорошо. Они сейчас сильно подскочили в сцене на eBay, потому что стало известно, что они сняты с производства, из неофициального заявления, а из письма, которое прислали клиенту Хасбро в ответ на заявку. Сейчас уже точно не вспомню какую. То есть, другими словами, что произошло? Дисней, либо где-то за там несколько часов до своего инвесторского созвона, либо через несколько часов после, уже отдал приказ. Они были уверены, что народ сожрет и воспримет это нормально, что народ поддержит отмену Джина Карана, и никто не будет по этим игрушкам скучать, какими бы популярными они не были. Я не очень понимаю, как они эти цены сопоставили, но приказ они в любом случае отдали. А теперь оказалось, что не так-то все просто. Зайдет ли этот цирк с конями настолько далеко, что Дисней реально попытаются Джину Карана вернуть и как-то всю эту ситуацию назад откатить, даже после такого сильного репутационного удара? Источники говорят, что такая вероятность есть. Overlord DVD в очередной раз на моем канале появляется в третий уже, по-моему, раз. Не обращайте пока внимания на его внешку. Это классическая стратегия завлеки юмором, а останутся они за инфой. Прозревать, так сказать, будут, смотря твой контент. Это человек, который известен своими сливами по Звездным Войнам, по Диснею в целом, по Марвелу, всяким таким штукам. Если вам нужен конкретный пример, это человек, который слил сценарии Скайуокера Восхода, девятого эпизода Звездных Войн и был прав примерно процентов на 80-85. Остальные 15-20, но уж извините, куда деваться. Видимо, драфт был не актуальный, но все-таки реальный. 80% правоты это довольно хороший процент предсказания, я вам так могу сказать. К нему поступает инфа от сразу трех источников, остающихся неназванными, которые говорят, что Дисней подумывает свое решение откатить назад. И также говорят ему о том, что принято оно было действительно заранее. Еще с ноября они пытались Джину Корана отменить, пытались ее выгнать, но вопрос остается почему. Почему они пытались ее выгнать? Вы будете удивлены. Я говорил несколько минут назад, что Кэтлин Кеннеди Джину Корана ненавидит, но ведь это же прозвучит парадоксально, правильно? Это ведь та самая Кэтлин Кеннеди, которая не просто за Звездные Войны отвечает, а говорит, что сила женского пола, что сильная независимость нужно продвигать в массы, которая пытается создать образ фаната Звездных Войн, та самая карикатурная, вот этого Иста и Фоба, который ненавидит женщин, который цисгендерный белый мужлан, который, ну вы понимаете, да, вот эти все классические живешные стереотипы, она пытается создать имидж у фанатов франшизы именно такой, да, и говорит, что она все делает правильно, это просто непрогрессивные белые мужланы плохие, которые против последних жедаев выступают и ненавидят Роу Стика просто потому, что она женщина. Именно Кэтлин Кеннеди, вот эта самая Кэтлин Кеннеди ненавидит Джину Корана, которая по-настоящему неиронично является сильной независимой женщиной, которая по идее олицетворяет все эти идеалы, как же так? Ну, дело в том, что Джина Корана, она одновременно является олицетворением вот этой самой сильной независимой женщины, она не является правильным олицетворением сильной независимой женщины, она не олицетворяет тот образ, который Дисней пытается продвигать. Он пытается продвигать образ женщины, которая жертвует своей женственностью для того, чтобы стать сильной независимой, которая не нравится белым цисгендерным мужланам, которая не может влюбить в себя мужчин. А мужчины Джину Карана любят еще как. Я имею в виду, если бы она села мне на лицо и заставила назвать ее мамочкой, я бы даже не боялся того, что у меня лица после нее не останется. Оно бы того стоило. Дисней не хочет, чтобы этот образ популяризировался. И более того, он не хочет, чтобы популяризировался образ женщины, которая не боится высказывать неправильную позицию, которая не боится говорить, что поддерживает человека любя, что к республиканцам нужно относиться как к людям с иным мнением, с иной жизненной позицией, которая пытается какой-то нюанс в эту дискуссию вести. Это не то, чего хочет Дисней. Это не то, чего хочет Кейтлин Кеннеди. Джина Карана действительно сильная независимая женщина, но неправильная сильная независимая женщина. Такая сильная независимая женщина нам не нужна. В очередной раз Дисней показывает свое лицемерие. Но Дисней даже предположить не мог, насколько сильно народ Джину Карана любит. Они даже предположить не могли, что какие-то там 100 тысяч человек внезапно реально возьмут Отпишутся от нашего сервиса Как это так? Мы такого допустить не можем Мы на такое пойти не могем Это очень плохо, даже если это не нанесет им Какого-то реального финансового урона Это все еще заставляет их ссать в штаны Потому что они рассчитывали Что люди просто сожрут это И скажут спасибо, еще потребуют добавки Они начинают понимать, что их палец Не совсем на пульсе народа находится И может быть что-то они делают не так Не настолько много они делают не так Надо отметить, да, потому что Ну все-таки 90 миллионов подписчиков Все еще продолжают оставаться сервисом Но это потому что 90 миллионов подписчиков Нормезы, которые за этими новостями Вообще не следят Некоторые из них и большинство из них Я думаю даже до сих пор особо и не слышали Про то, что кто-то там где-то эту Джину Корана уволил Они думают о ней как о простой актрисе Как об очередной актрисе Из Диснея, которую можно легко заменить Они не обращают внимания на вот все эти Правильные идеалы и не думают о них И в принципе на этот рынок нужно работать в первую очередь Если вы хотите быть гигантским левиафаном И невероятно прибыльной компании И с этой точки зрения Дисней поступает правильно А вот когда разговор заходит уже за идеалы Тут да, тут Дисней воюет куда-то совершенно не туда Какие выводы из всего этого мы можем сделать Джина Корана молодец На самом деле сильная независимая женщина Не ироничная борцуха Которая не дает себя прогнуть Которая не дает себя сломить И ей нужно только восхищаться Вот это очень хороший пример Не только для маленьких девочек Которым действительно примеров не хватает ролевых моделей Но еще и для взрослых женщин Которым тоже силы ответственности за свою жизнь иногда не хватает Ей мы можем только похлопать и сказать Молодец Она огромный и очень, очень классный молодец Дисней в очередной раз показывает свое лицемерие Но чего еще мы от него ждали Я к этому моменту уже не жду ничего Я просто рад смотреть как они в очередной раз горят огнем И наслаждаться Наслаждаться Они не сгорят Они не сгорят еще очень долго Потому что Дисней плюс приносит им гигантское бабло И продолжит приносить его дальше Народ все больше и больше из-за особых удобных условий Продолжает на подобные сервисы подписываться И пока что Пока что они все еще являются целесообразным вложением Я бы так сказал Но, хей, я имею ввиду В очередной раз посмотреть как они немножко подгорели Это всегда приятно Даже если не очень сильно И в очередной раз мне приятно сказать вам Спасибо, дорогие мальчики и девочки Что вы смотрите меня Что вы тратите на меня время Я всегда рад вам здесь И надеюсь, что вы рады смотреть меня так же, как я рад, что вы здесь Поэтому подписывайтесь на канал Культа Живем Если вам нравится Ставьте лайки с комментариями Для того, чтобы видео это в алгоритмах продвигать Подписывайтесь на твиттер мой И спасибо вам За то, что вы тратите на меня время Мои дорогие ублюдочки Идите сюда Субтитры сделал DimaTorzok